Всем привет, друзья! Не знаю, когда выходит это видео, но на всякий случай с Рождеством, с Новым Годом, ну и со всеми праздниками, какие там если еще подвернуться. Так, значит, сегодня я хочу вам показать свою новую пушку с Алиэкспресса, точнее три пушки, которые я взял для русских солдат на войну, на Большую Северную войну. И перед этим небольшой экскурс в то, какие пушки у меня вообще есть. В основном они леговские. Например, вот эта пушка от Брикмании, она больше позиционируется как такая легкая пушка для гражданской войны в Америке, либо войну за независимость, туда-куда-то. Вот эта пушка тоже от Брикмании была позиционировалась как Наполеоновская на Наполеоновские войны. Классная пушка, я ее постоянно использую. Классическая леговская пушка. Обычно я разделяю тем, кому даю леговские пушки, тем не даю другие. Очень леговские против нелеговских. Ну, леговская это вообще стандарт. И вот пушка, про которую спрашивают очень часто, очень много, откуда, что это и так далее. Очень красивая, типа наиболее реалистичная. Это 3D пушка, которая была сделана парнем Woody 64, по-моему, британец, кажется он. Короче, он продает много 3D вещей, у меня от него есть какие-то поделки лего совместимые. Ну, вот эту пушку он залепил, вот я их использовал. Те, кто мои мультики смотрит, наверняка ее видели. Я ее покрасил, вот она была чисто белая, я ее покрасил, пытался покрасить в бронзовый цвет, но у нас получилось. Так вот, китайцы, похоже, нанесли удар по всей этой вот артиллерии 19-18 веков и сделали свою. Это вот такая вот сборная, сейчас мы ее посмотрим, но, по-моему, это так называемый геймченджер, что-то шикарное. Давайте соберем и посмотрим, что это за зверь. Славны были наши летны, закаленные боя. Ну что, это действительно очень крутая пушка. Она, как мне кажется, полностью имеет все плюсы вот этой вот 3D по детализации. То есть, вот эта 3D уже даже не нужна, она смотрится немножко неорганично в лего мире. А здесь такая же, вот с такой же детализацией, но именно вот как бы леговская, то есть под лего. Все очень круто, поэтому я думаю, что я вот такие перестану использовать. Таких я купил себе 3 штуки. И сейчас буду использовать для войск Наполеона Петра Первого, который будет обстреливать Нарву именно из этих вот пушек. Мне очень нравится. Стоят они недорого, ссылка будет в описании. Честно говоря, сейчас не помню, может на экран выведу для любопытных, чтобы зря время не теряли, не ходили по ссылкам. В общем, если будет дорого, то не ходите. Но по мне так это просто шикарная пушка и как бы смотрится в целом неплохо. Даже, мне кажется, лучше она смотрится, чем полностью леговско собранная. Хотя вот этот BrickMoney по-прежнему выглядит круто. Но в любом случае у Петра Первого будут вот такие вот пушки. Повторюсь, у меня их 3 штуки. Здесь еще есть какой-то дурацкий, вот этот ненужный функционал с пружинкой. Как-то забрасывать, там вот оттягивать эту штучку, выстреливать. Но я это все не использую, это какие-то детские абсурдные. Я и в Лего это никогда не использовал. Вот этот вот дурацкий механизм, знаете, чпоньк, чпоньк, бред какой-то. Но это совсем для детей, поэтому может и не бред, может именно для игры. Но для меня это абсолютно абсурдная вещь, ненужная. Для меня это, конечно, в первую очередь аутентичная пушка на мои исторические фильмы. Все, если пушка вам понравилась, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. И до новых встреч на канале, так, еще раз с Рождеством, с Новым Годом. Там, не знаю, может быть с 1 мая, с 9 мая, там, когда это видео выйдет. Надеюсь, что не так долго будет. Но в любом случае, до новых встреч на канале, всем удачи, счастливо, пока.